Привет, мои любимые подписаны! Ну, вы можете сами обратить внимание на дома. С ними надо что-то делать. Либо сносить их, либо их как-то реставрировать. Намазать на него масло. Вы правильно сказали, Форт Боярд. Теперь я предлагаю подышать травой. Недавно заложили камень. Видите этот магнитик, Наталья? Пока нет. Тебя не положим. Только твою маму. Сами напросились. Да. Что было, то было. Покупайте квартиры в жилом комплексе Зеленой Аллеи, и вы получите арбуз в подарок. Можете проверить. Привет, мои любимые подписаны! С вами Стас Круглицкий. Это интернет-журнал о новостройках.ру. Мы сегодня в городе Видное, где на огромной площади в 34 гектара компания МИЦ возводит вот этот жилой комплекс под названием Зеленая Аллея. Воу-воу, не забывай! Мы не создаем рекламу, а стараемся вам показать объективные плюсы и минусы новостроек. Зеленая Аллея Зеленая Аллея – это проект масштабного освоения территории. В рамках проекта здесь появятся 14 монолитно-кирпичных домов высотой от 12 до 17 этажей. Здесь запроектированы квартиры от студий до трехкомнатных, площадь которых варьируется от 26 до 105 квадратных метров. Их стоимость составляет самая дешевая квартира – 2 миллиона 100 и самая дорогая – примерно 7 миллионов 700 тысяч рублей. Ну а стоимость квадратного метра варьируется от 62 тысяч до 84 тысяч рублей. Жилой комплекс строится на бульваре Зеленой Аллеи. Ну и там уже дальше номера домов. Называется это все так, потому что с севера на юг и с запада на восток или там как-то по-другому этот жилой комплекс пронизывают две аллеи, пешеходные аллеи, которые устланы вот такими туями. Это ведь туя, наверное, да? Ну короче, деревца. И именно поэтому этот жилой комплекс так и назван. Кроме того, этот жилой комплекс с одной стороны граничит с прекрасным прудом, правда вода в нем зеленого цвета, но все равно, когда рядом есть водоем, это очень круто. Жилой комплекс строится с 2013 года и окончальное строительство его намечено на 2019. Осталось подождать совсем чуть-чуть. Стройка ведется в две фазы, первая из которых уже завершена она была, она состояла из четырех домов. И, соответственно, сейчас реализуется вторая фаза строительства, в рамках которой один из домов уже сдан. Кроме того, здесь появится собственная инфраструктура, которая состоит из двух школ, трех детских садов, поликлиники, ну, конечно же, детских площадок, спортивных площадок, а также подземных паркингов. Что касается внешней составляющей, жилой комплекс позиционирует себя как комфорт-класс. Выглядит, ну, примерно так же. То есть это такой очень простенький, очень бюджетненький, но комфорт-класс. Здесь застройщик не пытался сделать что-то особенное. Это такой хороший, добротный комфорт-класс, без изысков. В облицовке применяется кирпич обычных цветов, такой более рыжий и более желтый. Сразу хочу обратить внимание на то, что, к сожалению, здесь не предусмотрена корзина для внешних блоков сплит-систем, и этим уже воспользовались местные жители, которые здесь уже живут, повесив эти внешние блоки и немножечко испоганив внешний вид. Привет, Михаил. Привет. Расскажи нам, пожалуйста, об этом интересном проекте. Ну что ж, давайте познакомимся с нашим комплексом. Первая фаза у нас 4 дома, все дома у нас монолитные. Дома уже построены, сданы. Детский садик городской работает. Школу мы запустили в прошлом году, приехал Воробьев, открыл ее. Общепозавательная школа. Так, а первые дома? Первые дома это вот эти? Да, это первая фаза. Четыре штуки, да? Да, четыре дома, они полностью все построены, сданы, уже полностью заселены. Вот, а здесь у нас вся инфраструктура уже действующая. Сделали детский городок, парковочные места, подземные паркинги работают под домами. Сейчас занимаемся прокладкой пешеходного бульвара вдоль пруда. Вот здесь у нас с вами находится Видновский городской парк, он уже существует, благоустроенный, с детским городком, где тоже можно провести время замечательно. Далее к комплексу примыкает у нас с вами стадион, там проходят спортивные соревнования в городе, секции. И дальше находится крытый круглогодичный каток, где можно также покататься. А за нашим комплексом еще начинается лес, где вы можете также провести время и просто там покататься на лыжах, на велосипеде. Вторая фаза у нас 10 домов в разной степени готовности. Здесь у нас два детских садика, еще одна большая школа на 1225 мест. В прошлые выходные мы заложили первый камень в основании храма. Центральная часть это будет пешеходный бульвар, то есть очень удобно с ребенком дойти до школы, до детского садика, не нужно переходить никакую дорогу. Встроенная поликлиника на первом этаже дома, дом сдается в этом году. Также подземные паркинги под домами. Большое преимущество нашего комплекса в том, что у нас согласован отдельный выезд на трассу М4 Дон. Это будет весь, по всему комплексу будут курсировать маршрутные транспортные средства, выезжать в сторону Москвы и сжать к нам обратно. Так, в смысле, как это понятно, они будут курсировать от дома к дому, может? Нет, они будут курсировать, например, от станции Расторгуева, запроектированные остановки по комплексу, и плюс можно будет попасть в Москву не через Видное, а напрямую из нашего комплекса. Михаил, вот несколько домов второй фазы, они отличаются чисто внешне фасадами от предыдущих домов. В чем их различие? Они отличаются не только внешне, а у этих домов уже повышенная энергоэффективность, идет класс А. Да, данный фасад позволяет нам разнообразить с того решения. В этих домах идут улучшенные входные группы. Также, если мы с вами говорим про квартиры без ремонта, у нас идет полностью практически свободная планировка, есть только пилоны, это несущие колонны. Также у нас идет отопление, идет уже нестойковая система, то есть мы не теряем с вами угол, а идет разводка по полу, и это нам позволяет сделать, поставить в каждой квартире индивидуальные счетчики тепла. То есть вы сами видите, сколько вы реально тепла потребили и платите за потребленное количество тепла. А также данный фасад, он более современный, более долговечный. В общем, мы растем и улучшаемся. Михаил, скажи, пожалуйста, что такое универсам? Универсам, я думаю, это то же самое, что универсам, только улучшенная версия. Потому что красота в простоте. Чем проще, тем лучше. Да, чем проще, тем лучше, согласен. Вот я, кстати, мы сейчас идем из офиса продаж, и я успел обратить внимание, что очень много на первых этажах уже открыто всяких магазинчиков. Да, у нас во многих корпусах первые этажи являются нежилыми, поэтому эти помещения, они предоставляют полностью всю инфраструктуру для жителей. То есть это уже несколько магазинов открылось, зоотовары, товары для дома, парикмахерские салоны красоты, планируется открытие аптеки. Во второй фазе также предусмотрены сетевые магазины, которые позволяют в шаговой доступности купить все, что необходимо. Сам комплекс сделан таким образом, как микрогород. То есть все необходимо, есть на территории комплексы, не нужно куда-то ехать, собирать вещи и так далее. Вышел, все свои дела сделал, вернулся. То есть можно сэкономить время просто на транспорте, не тратить его лишнее. А какие-то кафешки здесь будут или пока неизвестно? Вы знаете, у нас большое количество помещений, у нас купили помещение под пекарню во втором комплексе. То есть пока все находится в строительстве, то есть в саде строительства планируем все открыть, то есть все будет действовать. В том числе можно будет выйти, как во Франции, с утра купить свежий багет хлеба, намазать на него масло. Да, либо еще какие-то подручные вещи и пойти на работу. Конечно. Я так понимаю, часть первых этажей являются жилыми, а часть не жилыми. Да, вы правильно понимаете. Потому что когда большое количество помещений, это тоже немножечко угнетает, потому что идешь везде, у тебя вывески и так далее. Поэтому такой должен наносить компромисс в этом. Вот как раз мы для этого используем. То есть, например, первые этажи, они удобны, например, для маломобильных граждан, чтобы они могли тоже купить себе квартиру, жить в нашем замечательном комплексе. И при этом было легко добираться до своего дома. А тем временем мы все ближе и ближе подходим к зеленой аллее, в честь которой и назван этот жилой комплекс, я так понимаю. Да, все правильно. Это аллея, скажем так, в первой фазе. Она небольшая, но достаточно уютная. То есть скамеечки. Вы можете наблюдать, что вот у нас детский садик работает, детвора как раз бегает, играет в источницах. Ну и, конечно же, серьезная охрана тоже наблюдает за всеми нами. Очень серьезно. Эта вся зона является пешеходной. Здесь можно просто покататься, погулять, посидеть на скамеечке и насладиться, принять солнечные ванны. Принять солнечные ванны? Интересно, а как это выглядит? Как это выглядит? Просто ты... Вот мы сейчас с вами принимаем солнечные ванны? Я считаю, что да. Нет, надо, я считаю, надо встать вот так вот красиво. Лицом к концу. Нет, вот смотри, надо вывернуть руки вот так вот, потому что здесь вот те места, которые меньше всего загорают. Вот так вот надо встать, давай. То есть если ты не получил за лето необходимое количество порций солнца, то здесь можно... Это можно сделать в зеленых аллеях. Так, давай, выворачивай руки. Выверну. Ага. Единственная моя претензия к зеленой аллее, это то, что здесь асфальт положен. Вот конкретно здесь. Вот там вот мы уже видим плиточку, а вот здесь асфальт. И вот асфальт, он не такой уютный, как плиточка. Так, мы находимся внутри двора. Детская площадка. Здесь даже не одна, а две. Да, все правильно. Я хотел спросить, в каждом дворе или есть детские площадки? Да, конечно. У нас в каждом дворе предусмотрены площадки для детей. Как вы видите, здесь травмобезопасное покрытие, чтобы детишкам было максимально комфортно. И детвора развилась и не сдирала коленки себе в кровь. Мы только что проверили это на нашем операторе, уронили его специально. В принципе, он практически... Цел. Цел, да. Ничего даже и не произошло. Максимум нужно постираться. Мы также слышим и шум перфоратора, который сверлит с разных точек в этом доме, потому что люди делают ремонт. Как раз исходя из пожеланий наших жителей, во второй фазе мы посмотрели квартиры с отделкой. Причем отделка у нас производится целиком в подъезде, в секции. То есть, если вы выбираете квартиру с ремонтом, у всех будет сделан ремонт со 2 по 17 этаж, и вы будете им наслаждаться жизнью, а не слушать перфоратора соседей. Не, но справедливости ради, из соседней секции все равно будут доноситься какие-то стены? Конечно, но в любом случае между секциями идет двойной контур стены, поэтому это будет минимальное количество шума, и не будет сверху, снизу, сбоку и так далее. Так, а мы сейчас, я так понимаю, находимся на кровле паркинга или нет? Да, в этом, как вы видите, вот у нас в этом фазе есть подземный паркинг. Паркинги у нас предусмотрены таким образом, чтобы не занимать отдельные места. Они находятся под детскими площадками, под домами, и тем самым детвора играет, можно сказать, на паркинге, на кровле паркинга, и даже ничего об этом не догадывается и не знает. Ну и давайте тихонечко это говорить, потому что если сейчас мы будем с вами кричать так же, то они сейчас все и узнают. Давайте, да, оставим это в секрете. Все, пошла у нас парадная, друзья. Входная группа, как хотите называть, подъезд. По-московски это подъезд. Итак, что мы имеем? Очень необычный вход, просто вот такой сразу прямой коридор, значит, поделенный на несколько частей. Сначала у нас идет тамбур, потом у нас идет почтовое отделение, почтовые ящики, консьерж, охрана. Консьерж-лифтовый холл. Да, следит за всеми. Вот таким образом у нас выглядят входные группы в построенных домах, а в строящихся домах они будут еще лучше. Они будут лучше, чем по отделке. Да, здесь у нас применяем просто покраска стен, а там у нас будет уже выложено все в виде мозаики, плиточкой, будет очень красиво. Так, что у нас за лифты? У нас стоит здесь КМЗР, Карачаровский завод. Механический завод. Михаил, а везде устанавливаются двери прям такие кондовые, металлические, хорошие? Конечно, у нас уже под застройщик установлена входная металлическая дверь, поэтому человек может уже пользоваться и быть в надежной защите. Ну-ка. Еще вопрос у меня по поводу вот этого, мишквартирного холла. Здесь всего 4 квартиры. Да, 4 квартиры. У нас, так как я вам говорил, дома монолитные. Все зависит непосредственно от секции. У нас в среднем где-то от 4 до 6 квартир на этаже. И хочу отметить, что изначально уже ставится тамбурная дверь, металлическая, входная застройщика. Хорошо-то как? Продолжаем принимать солнечные ванны. Да. Жаль, только зима у нас на носу. И, кстати, зашли мы в квартиру. Это однокомнатная? Это однокомнатная квартира, да. Зашли мы в нее с балкона. Вот только что карабкались. К сожалению, не удалось вам это все показать, потому что руки были заняты, сами понимаете. Ну, конечно. Так, находимся мы на балконе, как мы уже сказали. Да, это у нас лоджия. Да, давайте расскажем, что у нас здесь за стекление такое. Ну, у нас идет однокамерное 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 остекление, алюминиевый профиль, холодное остекление. Но зато в квартире у нас стоят отличные немецкие стеклопакеты известного производства с функцией проведения и откидывания. Три стекла, двухкамерный стеклопакет. С функцией какого откидывания? Откидывания, на проветривание. То есть на вентиляцию вы можете их открыть, вот, и чтобы у вас помещение проветривалось. И менять их не нужно, они очень хорошие. Не продувают, да? Не продувают. Ну, смотрите, ловим вас на слове. Можете проверить. Нормально. А мы напоминаем вам, друзья, что квартиры в этом жилом комплексе сдаются по умолчанию. Ну, как по умолчанию. Львиная часть квартир сдаются без отделки. Мы говорили о том, что отделка присутствует, но... Присутствует отделка в некоторых секциях, но, конечно же, есть. Если вы хотите, скажем так, свой политфантазий реализовать, вы можете купить квартиру без отделки. Как вот эта вот, в которой мы сейчас находимся. Да, и сделать ее самостоятельно. Сколько здесь метров? Здесь у нас однокомнатная квартира около 46 метров. У нас большое разнообразие планировочных решений. Каждый дом у нас, это индивидуальный проект, дома монолитные все. Поэтому планировки отличаются, и вы можете выбрать ту квартиру, которая вам по душе и по сердцу. И еще, вы, может быть, об этом уже тоже слышали, потому что мы в начале сегодняшнего нашего обзора говорили об этом. Есть дома в новой уже серии, да? Да, у нас вторая фаза, более современный проект. Как я вам говорил, там класс энергоэффективности идет А. Там идут батареи, уже непосредственно можно установить терморегулятор, и стоят отдельные счетчики тепла. Ну и самое главное, там нет стен вот этих. Да, там идет только пилон, это небольшая у нас будет с вами колонна, а остальное будет полностью вводная планировка. То есть вы сможете более детально проработать свой индивидуальный проект. Итак, давайте мы расскажем, в каком виде сдается квартира, что здесь получит покупатель. Что у нас идет в квартире? У нас установлены, как я вам говорил, хорошие немецкие стеклопакеты, стекленный балкон, входная металлическая дверь, счетчики воды, счетчики электричества, идут батареи по терморегулятору, идут счетчики тепла, электричество, заведено в квартиру, стоит щиток механизации, потолки у нас высокие 2,82. Вот, то есть даже у вас... Это после стяжки? Это без стяжки, то есть где-то у вас в частоте окажется где-то около метра 2,70. Здесь у нас сделана электроразводка в этом доме. В других домах мы отказались от этой разводки, потому что человек покупает квартиру без... А, это не отопление, да? Да, это не отопление, это электрика. Человек делает уже непосредственно все под себя, как он сделает свой проект. Отопление в этих домах будет идти уже по полу, то есть мы с вами отходим от нашей стандартной стояковой системы, когда у вас угол в квартире пропадает из-за трубы. Вот, все очень красиво, когда вы сделаете пол, у вас не будет никаких лишних труб идти по квартире. А здесь санузел совмещенный, да? Здесь совмещенный, сейчас подаем уже разделить санузел, даже 1-комнатную квартиру. Какие квартиры у вас пользуются наибольшей популярностью? Вы знаете, у нас все квартиры дачной планировки берут и 1, и 2, и 3-комнатные квартиры. Естественно, если приходит молодая семья, то есть, допустим, недавно поженились и рассматривает 1-комнатную квартиру, мы им предлагаем, естественно, может быть небольшую, может быть евроформата, но 2-комнатную квартиру, чтобы уже на будущее спроектировать, как-то так, спланировать свою семью. Смотрите, компания МИС может прийти и спланировать свою семью. Очень прикольно свететь, потому что здесь классное эхо. Скажите, это единственный вход или для пешеходов предусмотрен другой? Нет, конечно, в паркинг много входов и выходов, это основной въезд и выезд, но также вы можете попасть в паркинг, просто выйдя из подъезда и сразу спуститься в паркинг. Но на лифте этого сделать нельзя? На лифте этого сделать, к сожалению, нельзя, но это обеспечивает в любом случае большую безопасность, то есть у вас практически исключено задымление лифтовой шахты. Михаил, животрепещущий вопрос. Когда паркинг только сдался, и вот первая фаза была только построена, здесь были подтопления. Эту проблему удалось решить? Паркинг тогда еще не сдался, он был в процессе завершения строительства. Действительно, на первом этапе не были выполнены агитизационные работы в полном объеме. Затем все было, соответственно, закончено, все работы были завершены, были установлены дополнительные дренажные насосы. Как вы видите, сейчас полностью сухо, и нет никаких даже следов подтекания воды. То есть сейчас все чеки-пуки? Конечно, сейчас все супер. Паркинг отапливаемый, да? Конечно, да, паркинг отапливается, он убирается, содержится в сухости, здесь вентиляция, поэтому ничего здесь не будет ржаветь. И можно очень удобно, мне кажется, расположиться, поставить машину и знать, что всегда она в сохранности и в целости. Вообще, кстати, очень интересный, необычный формат. Обычно такое, знаешь, пространство свободное, там, с колоннами, а здесь, получается, для каждой машины предусмотрен бокс. Ну, у нас разные есть паркинги, есть и открытое пространство, есть и отделенные боксы, все по усмотрению жителей, они выбирают там, где они хотят купить. А здесь вот этот, он получился именно таким за счет того, что здесь какие-то определенные конструкции для дома, или специально так задумали, что вот здесь вот боксы, а там открытое пространство? Нет, здесь все зависит от проектировки, от проектирования, где он находится. Здесь непосредственно паркинг находится под домом, поэтому эти стены также выполняют и несущую конструкцию. Там, где он находится, мы с вами снимали, например, по детской площадке, там не нужны такие ребра жесткости. Понятно, то есть, если что, подснести вот так вот не получится, да, немножко? Подснести не получится, да. Если захочется вдруг объединить. Но здесь, как вы видите, сделаны арки в каждом проеме, поэтому можно без проблем попасть из одного места. Так, ну давайте перейдем к главному. Сколько стоит машина-место здесь? Вы знаете, паркинги у нас стоят недорого. Все зависит от степени готовности паркинга. Если мы с вами говорим про строящиеся, это от 555 тысяч рублей. Если мы с вами говорим про готовые, то это от 650 до 900 тысяч рублей за машинное место. Сколько всего здесь будет квартир в этом жилом комплексе? Давайте ознакомимся. Здесь у нас все информации подоставлены. Значит, в первой фазе у нас 2796 квартир, а во второй фазе 4700. То есть в общей сложности у нас получается где-то около 7 тысяч квартир. Здесь есть в этом жилом комплексе подземные паркинги. Да. Сколько этих подземных паркингов, и насколько мне известно, их общее количество машинное место, у них полторы тысячи составляет. Вы знаете, смотрите, в первой фазе у нас с вами идут три паркинга. Это под первым корпусом, под вторым, под третьим. А во второй фазе у нас паркинг под первым домом. Находится большой паркинг между корпусом 2-2, 2-3, 2-4. Также планируются еще паркинги в дальнейшем в строящихся домах. Так, ну и сколько? То есть я правильную цифру назвал? Полторы тысячи будет или нет? Около полутора тысячи. Это минимум. На самом деле у нас в общей сложности около 8 тысяч машин мест. Это наземных и подземных. То есть тем самым мы обеспечиваем фактически один к одному. То есть одна квартира, одно машинное место. Хочу сказать, что между первой и второй фазой у нас недавно заложили камень в основании храма в честь покрова по своей Богородице. И мы очень надеемся, что жители нашего комплекса будут посещать, светить куличи, приходить сюда также на рождественские и другие службы. Меня всегда интересовало, по какой логике присваивают имена храму? Вы знаете, я думаю, этот вопрос лучше адресовать в сторону РПЦ. Она знает ответ на этот вопрос. Михаил, скажи, пожалуйста, а это тоже офис продаж Мицца или это, может быть, какие-то брокеры? Нет, это дополнительная наша преференция, что помимо квартиры можно купить также овощи, фрукты, и зарядиться витаминами, чтобы встретить осень в полном энергии и сил. Дорогие друзья, покупайте квартиры в жилом комплексе «Зеленая аллея» и вы получите арбуз в подарок. Жилой комплекс строится в соответствии с 214-м федеральным законом. Продажи осуществляются по договору долевого участия в строительстве. Купить квартиру можно по 100% предоплате, а также с помощью привлеченных средств. Я имею в виду рассрочку и, конечно же, ипотеку. Кроме того, регистрация договора ДДУ здесь бесплатна. Такой вот подарочек от застройщика. Потому что были моменты, когда она была платной. В частности, по выходным была такая акция у них. Компания МИЦ на рынке недвижимости России уже не новичок, а можно сказать старичок. Да, мы уже 19-й год, мы уже совершеннолетние. Мы были признаны по версии Минстроя Московской области самым надежным застройщиком. Также мы являемся платиновым партнером Сбербанка. И в 2017 году, в сентябре РБК, мы вошли в топ-10 крупнейших застройщиков в разделе Девелопмент и строительство по версии РБК. Хочется верить, из ваших домов не сыпется песочек. Из наших домов не то, что не сыпется песочек. Наши дома только растут. И вы можете это наблюдать постоянно на нашем сайте. У нас выкладывается дневник стройки, где можно увидеть весь ход строительства нашего комплекса. Какие планы, какие, может быть, новые сегменты недвижимости вы хотите постигнуть? Вы знаете, мы развиваемся в комфорт-классе и все ближе и ближе приближаемся к бизнес-классу. Ведь мы строим не только Зеленая Аллея. У нас есть и Татьянин Парк, это Говорова, и Барбарис, это метро Биберева, Ландыш и метро Беляева, Новоград Павлина. И у нас запустился новый комплекс Южная Бунина, это новая Москва. Так что мы растем и развиваемся. Молодцы, желаю вам и дальше быть такими огурчиками. Спасибо, будем стараться. Посмотрите, друзья, эхо прошлого. Посмотрите на эти некрасивые, хотел сказать другое слово, но вот подобрал некрасивые. Дома, которые стоят по другую сторону пруда. Такие некрасивые, обшарпанные, с ними надо что-то делать, либо сносить их, либо их как-то реставрировать. Но выглядят они, конечно, ни туда, ни сюда. Но если ваша душа не так ранима, как моя, и вы не испытываете такую грусть при взгляде на эти старые советские дома, то в остальном здесь, конечно, хорошо. Потому что все вокруг зелено, здесь нет никаких производств в округе, и экология здесь очень хорошая. Во всяком случае, она уж явно не сравнится с разными жилыми комплексами, которые находятся в черте города Москвы. Ну, я до этого жил в микрорайоне 1 мая, но тут как минимум лучше дороги намного, просто в разы. И больше зелени. И город видный, непосредственно сам более чистый нахожу, чем в Москве. Чем город 1 мая? Ну, чем 1 мая микрорайоны, и чем Москва, я не знаю. Ходишь по улицам, как-то все более облагорожено. Почему вообще выбрал именно зеленые аллеи? Какие были еще варианты? Самое выгодное было взять аллеи по приближенности к Москве и по цене. Видите этот магнитик, Наталья? Да. Вы его получите в том случае, если правильно ответить на все вопросы. Что я с этого магнита буду перевести? Это уже другой вопрос, Наталья. Здесь вопросы задаю я. Здесь мы в телевизор кладем? Да, кладем. Мы кладем твою маму в телевизор, да. Меня, меня, меня. Тебя не положим, только твою маму. Ну ладно, тебя тоже. Наталья, расскажите нам, пожалуйста. Почему вы здесь купили квартиру? Это было так давно, в тринадцатом году. И, честно говоря, мы даже не понимали, что мы покупаем, потому что здесь не было ничего. Но как-то вот выбор как-то подсознательно пал именно на это место. Понравилась история места. Сказали, что здесь были сады и огороды. Ну, в принципе, я думаю, что это недалеко от правды, потому что вот частный сектор. По прошествию такого огромного количества лет вы не жалеете о содеянном? В принципе, пока нет. Наоборот, были даже приятно удивлены. Как-то все разбивается, разрастается. Почему мне не покидает впечатление, что вы один из персонажей Людей Икс? Не знаю, почему вам так это напоминает. Пожалуйста, только не снимайте очки. Я хочу еще жить. А то вы меня убьете лазером. Не буду, Станислав. Что касается, в принципе, инфраструктуры, то надо понимать, это не Москва. Поэтому ее здесь, ну, здесь особо не разгуляешься. Помимо того, что уже реализовано в рамках этого жилого комплекса, я имею в виду детские сады и школы, магазины, поликлиники, вы, в принципе, можете найти еще что-то и в округе. Например, в пешей доступности находятся еще две школы видновские. Кроме того, в городе Видно есть детская поликлиника, есть взрослая поликлиника, есть детская инфекционная поликлиника, а также стоматология и куча разных частных учреждений, в которых вы можете поправить свое здоровье. Так, ну, детская поликлиника, конечно, нас, прежде всего, интересует. Далековато, далековато, 4 километра, но туда едем на машине. Врачи, в принципе, приходят быстро, если бывает в этом необходимость, надо. Магазинов как бы маловато тут, да, вот так поблизости, надо обязательно куда-то ехать. Это вот минус, конечно. Как, вот я, кстати, обратил внимание, что уже практически в каждом доме какой-то магазин. Ну, есть, а что там брать-то, там брать ничего. Да? Ну, так все. А что вам надо? Нет, ну, сейчас вот, в принципе, нет, фуагра мне не надо. Ну, как вот, большие супермаркеты даже нет здесь. Ну, понятное дело, не хватает большого, как бы. Да, большого магазина, но я так понимаю, что скоро у них на выезде будет вот эта вот лента. То есть, опять же, ехать, да, ну, все нормально. Лето, зимой, вечером вообще светло, хорошо, тихо, спокойно. Мне вот прудик нравится у них очень хороший. Купаетесь там? Думаю, что там купаться нельзя, да погулять вот с ребенком можно. А почему нельзя купаться? Написано нельзя. Да? А вы законопастушный гражданин. Я законопастушный, да, вода зеленая, конечно. Помимо тех, что есть здесь, в этом жилом комплексе, в пешей доступности магазины Дикси, Пятерочка, Квартал и другие. Расскажите нам, пожалуйста, о качестве квартир. Довольны ли вы? Да, да, да. Планировка очень нравится, качество нравится. Ну, по сравнению с тем, что действительно цена и качество, мне нравятся, потому что большие площади, просторы, высокие потолки. Из окон не поддувают? Поддувало. Сами напросились. Правильно. Но вызвало людей из МИЦ. Людей ИКС? Вы вызвали людей ИКС? Да, 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 я вызвала этих же людей ИКС. Ну, в принципе, пошли навстречу, чему была приятно удивлена. Да, все подделали, да? Да, подделали, сделали. Молодцы. Сделали, да. Что было, то было, не скрываю. Не дул ветер, вода нигде не лилась. Ну, только в спальне поменяли окна, из-за проветривания мы хотели ставить. Единственный минус, что у нас окна ставят, которые только так открываются, грубо говоря. Без функции проветривания. Да, без функции проветривания. Вам приходится ездить в Москву? Редко, к счастью. Детский мир, там мороженое есть. Детский мир, правильно, да. В зоопарк. А как добираетесь до туда, на собственном транспорте? На электричке, на электричке в основном. А от Расторгуева? Да, от Расторгуева. На собственном транспорте мы так, только тут по ближайшим магазинам. Я как-то не люблю в Москву на своем транспорте ездить. Ясно. А вот удобно идти до станции электрички? В принципе, да. Да, ну, тут в одно из самых лучших мест. Только Бицинские холмы, и мы, наверное, самое ближайшее место до станции. Хорошее место, во-первых, да. А минус, вот как бы, транспорт, конечно, от них здесь. До ближайшего автобуса надо идти минут 10-15. Хотелось бы, чтобы он где-то вот здесь останавливался. Хотя бы какой-то. Мне вот ездить неудобно, например. А вы откуда ездите? С Южного вода. Добраться до жилого комплекса «Зеленая аллея» можно разными способами. Первый способ – электрончик. Железнодорожная платформа «Расторгуево» находится примерно в 15 минутах ходьбы от этого жилого комплекса. И там еще 28 минут, 30 минут, может быть, на электрончике до Павелецкого вокзала. Итого примерно 50 минут, и вы на Павелецком вокзале. Второй способ добраться до города – это маршрутное такси, которое частенько курсирует. Правда, остановка этих маршруток находится не так уж и близко к этому жилому комплексу. Ну и, конечно же, автомобиль, если у вас таковой есть, на нем тоже можно добраться до города. Потому что поблизости проходит трасса М4 Дон. Это ближайший маршрут, по которому можно добраться до города. Есть и хорошая новость, потому что планируют построить специальную прямую дорогу, которая свяжет жилой комплекс с МКАД, с удобной развязкой с трассой М4 Дон. Когда, правда, она появится, пока неизвестно. Но мы скрестим пальчики. Какие есть альтернативы? Мы же, честная передача, мы же вам об этом расскажем. Да, в принципе, ну, практически все жилые комплексы, которые строятся в округе. Потому что они, так или иначе, все в одном классе. Я говорю о жилом комплексе Бисовские холмы, жилой комплекс краски жизни, видный берег и видный город. Ну, вот еще я тут подглядел совершенно случайно жилой комплекс Загорьево там. Правда, он находится на территории Москвы, уже с МКАДом. Но мы на него делали обзор, он тоже комфорт-класс. Поэтому, ну, давайте его тоже отнесем к конкурентам. Наш обзор подходит к концу. А это означает, что пришло время выделить плюсы и минусы жилого комплекса Зеленой Аллеи. И начнем мы, как всегда, с плюсов. Первый плюс – это хороший выбор квартир с хорошими планировками. И квартиры сами по себе просторные. Второе – это, собственно, инфраструктура жилого комплекса, которая состоит из школ, поликлиник, детских садов и магазинов. Третье – это взвешенная ценовая политика. Четвертое – большое количество машин на мест, которых, скорее всего, хватит на всех жителей. Ну, и пятое – это надежный застройщик. Ну, и минусы. Первый минус – это отсутствие больших крупных магазинов в пешей доступности. Ну, и второй минус, который я выделил – это транспортная доступность. Все-таки отсюда, от жилого комплекса Зеленая Аллея, до города не очень удобно добираться. Вы смотрели интернет-журнал о новостройках.ру. С вами был Стас Круглицкий. Подробную обзорную статью на жилой комплекс Зеленая Аллея читайте на нашем сайте. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также у нас есть паблики в Facebook, ВКонтакте и страничка в Instagram. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok